Итак, давайте разбираться в норвежских событиях, начиная с конкретики. Уже взрыв в Осло показал, что имеет место нечто экстраординарное. Взрыв мощный, прекрасно смоделированный, нанесший тяжелые повреждения. И все как-то проходят мимо значения этого очевидного факта, приведших к гибели членов правительства. Когда в последний раз в Европе подобными способами убивали членов правительства. Это был безумно высокоэффективный взрыв, это политический терроризм, достигший своей цели. Это не взрыв в дискотеке, это не взрыв где-нибудь в каком-нибудь супермаркете. Это взрыв в правительственном квартале, приведший к уничтожению членов правительства, как говорит премьер-министр. Ничего себе взрыв. Столько больше или меньше людей. Извините, а если бы он убил не очень много людей, но уничтожил бы весь кабинет министров. Это что, так сказать, не является гиперэксессом. Теперь наверняка не все из тех, кто слушает эту передачу и смотрит ее, были в Норвегии. Но я в Норвегии был. Это не просто тихая и спокойная страна. Это что-то такое застылое, сонное, лупящееся от благополучия, спокойства и такого автоматического полусна. Люди как-то двигаются, они выполняют какие-то свои, так сказать, действия, обеспечивающие жизнь в бытовом смысле, в производственном смысле и так далее. Все делается как во сне, в таком ровно сонном настроении. Страна маленькая, с очень большим количеством природных ресурсов. Природные ресурсы распределены, и это очень важно подчеркнуть, достаточно справедливым образом. В этом смысле Норвегия – это страна с достаточно высокой степенью социальной защищенности. Это такой оазис Северной Европы, место идиллии. И вот в этой идиллии, которая никогда, даже во время Второй мировой войны, не была, так сказать… Норвегия не Швеция даже. Да, Швеция когда-то еще в эпоху Карла XII представляла из себя нечто, так сказать, агрессивное, стремящееся к каким-то там завоеваниям. Норвегия – это вообще вот так вот заснувшее место, да, заснувшее, очень эффективно развивавшееся в второй половине и конце XX века, так сказать, вышедшее на достаточно высокие социальные и прочие рубежи, спокойное, хорошее. Для этого места, так сказать, убийство в целом 92 людей, а еще не вечер, потому что, дай бог, чтобы все тяжело пострадавшие, не умерли, но так обычно, когда говорят, что довольно много людей находятся в крайне тяжелом положении, это значит, что кто-то из них, скорее всего, повторяю, не дай бог, умрет. Так вот, такое количество людей – это не то же самое, что где-нибудь там в Индии, в Пакистане. То есть, человеческая жизнь везде одинаковая, она всегда везде одинаково ценна. И все, что я в дальнейшем буду говорить о произошедшем, вовсе не означает, что нет в душе возмущения, так сказать, предельного, зверством совершенного, так сказать, тут просто даже как-то стыдно тратить время на очевидные моральные оценки произошедшего. Это возмутительно, чудовищно, недопустимо и все прочее. Но для Норвегии это еще и экстраординарно. Это такой гипервзрыв. Потому что все-таки уровень возмущения надо отчитывать от фона. В Индии, Пакистане, на Африке, Бангладеше везде фон очень высокий. Поэтому на этом фоне, так сказать, взрывы – это даже с большей интенсивностью, а это очень большой террористический взрыв, очень большой. Даже взрывы с большей интенсивностью рассматриваются как средние. Здесь нет. Маленькое население, суперспокойствие. В Испании были баски, которые всегда все взрывали. И вообще, так сказать, страна такая довольно бурная. Здесь маленькая, тихая, сонная. Это такой гром среди ясного неба, суперудар. Теперь дальше. Мы знаем, судя по тому, что нам говорят в Азмеде, а пока что мы вчитываемся именно в это. Мы знаем, что убийца, террорист, не исламский радикал. Потому что уже так привычно, как бы, что если тебе говорят, что человек кого-то много людей убил, ну, это какой-нибудь, так сказать, безумец и слабость. Это за долгое-долгое время суперсерьезный неонацистский эксцесс. Это ультраправые, это не исламские радикалы. Конфликт цивилизации, который, так сказать, все время, как бы, навязывался мировыми масс-медиа, так сказать, общественному сознанию, тут явным образом не проходит. Только с отдельными нашими странными аналитиками, так сказать. Дело обстоит так, что, увидя перед собой человека, который грезит викингами, арийца, неофашиста, противника мультикультуральности, христианского ультраконсерватора и так далее, который это все совершил, они говорят, что это, наверное, за Ливию. Причем тут Ливия. Он фашист. В процесс опять вошли неонацистские организации. Что мы, о чем мы говорили очень давно. Они обязательно войдут в процесс. Там вот, как бы, премьер-министр всех успокаивает, говорит, что у нас там, мы это все держим под контролем. Это они держат премьер-министра под контролем. Под всей этой, так сказать, тонкой пленкой, благополучию, спокойности и всего прочего, кипит огромная энергия. Не бывает так, чтобы она не кипела. Нельзя человечеству усупить до конца, европейское в том числе. Человек не может стать довольным домашним животным, овцой, который будет кушать, писать, какать, спать, вставать, бегать, мекать. Не может так человек. Не может. Он либо больше этого, либо меньше. Если уж он зверь, то больной. Уничтожающий себе подобных, так сказать, совершающий безумство. А если он человек, так он человек. Либо у него есть высокий духовный смысл. Утешение, вот то, что называется в метафизическом смысле, утешение в жизни. Либо он превращается в подобное родо животное. Больное, озверелое, готовое на любые убийства. И в этом онтологическая суть произошедшего. Мы можем сколько угодно обсуждать детали. Был ли второй стрелок. Все говорят, что был второй стрелок, одновременно с этим говорят, что, так сказать, это все безумец-одиночка. Пусть подрывники скажут, можно ли из химических удобрений сделать столько подрывного взрывчатого вещества, и можно ли так разместить взрывное устройство, можно ли нанести, будучи непрофессионалом, такое повреждение окружающим объектам, и одним взрывом уничтожить несколько членов правительства. Мне это ясно. Я не первый год занимаюсь контртерроризмом. Вхожу в Международные ассоциации по контртеррористической деятельности, что действовала группа, большая организованная группа, хорошо разветвленная. Но все будут говорить, что это одиночка, потому что так удобнее. Потому что тогда событию не надо придавать политического характера. В чем политическое измерение, геополитическое измерение данного события? Оно в том, что благополучие Европы подходит к концу. Вот эта заснувшая, шоколадная, так сказать, трясинка, так сказать, писаем, какаем, потребляем, спим, встаем, едим, как-то живем, развлекаемся, бенни-менни-фенни, она подходит к концу. Ей нет места в мире. Это и большая политика, и философия говорят о том, что ей места в мире нет. Потому что все это социальное благолепие с высоким уровнем жизни для трудящихся, между прочим, не таким высоким, как это принято говорить, но достаточно высоким уровнем жизни, успокоенностью и всем прочим, имело место только по одной причине, потому что был СССР. Потому что эту густую, вкусную, замечательную, чечевичную похлебку подарили рабочему классу Запада и всем эксплуатируемым своям, чтобы они не возбухали и под СССР не ложились, и о коммунизме не обредили. Вот им дали эту жвачку, им заплатили много, которые говорили, возьмите, успокойтесь, укоротитесь и засните. Они взяли и заснули. И казалось, что все хорошо, но так не бывает. Когда берешь чечевичную похлебку, рано или поздно ее обязательно отберут. Теперь возникает естественнейший вопрос, тупой, элементарный, которого никто не понимает или делает вид, что не понимает, или даже понимает, но избегает. Почему капитал, который может заплатить дисциплинированной китайской женщине, очень чистоплотной, точно работающей, аккуратной, которую еще государство обледет, которая ни на какие профсоюзы, так сказать, опереться не может, которая знает, что шаг влево, шаг вправо ее выгонят и кинут в нищету. Почему такой женщине? Можно заплатить 400 евро в месяц, а то и 200, и она будет счастлива, потому что там где-то, так сказать, еще существует там полмиллиарда собратьев, которые живут на в 10 раз меньшие суммы. Вот ей нужно заплатить 200, и она будет работать, вкалывать 12 часов или 10 часов, еще поддерживаемое государство, да еще, так сказать, имеющие, так сказать, вот эту этику, так сказать, конфуцианскую и все прочее, так сказать, китайскую привычку к точности и так далее. Потому что такой женщине, повторяю в третий раз, можно заплатить, ну, я не знаю, 200-300 евро, а европейке капризной, которая чуть что профсоюзой и чуть что, так сказать, будет права качать. Надо заплатить в 10 раз больше. Вот почему этой европейке надо платить в 10 раз больше? За что ей теперь платить, если СССР нет? За что? Чтобы она не возбухала? Пусть возбухает. Куда она денется? Куда она дернется? Но главное даже не в этом, что жадность как бы мучит, жаба душит, а в том, что есть законы капитализма, которые никуда не денешь. Если стоимость рабочей силы 300 евро, 200 евро, то цена продукции соответствующая. Есть доходы, и есть выигрыш на рынке. А если цена рабочей силы 3000, то тебе нужно произвести что-то совсем другое. А ведь ничего другого-то не производится, или с каждым годом производится все меньше. Да, есть какие-то очаги, где европейцы или американцы еще могут производить нечто, что китайцам недоступно. Но китайцы берут один барьер за другим, один барьер за другим, и их миллиард с лишним людей, больше никто для этого не нужен. Это мировая фабрика. Чем должна быть эта Европа? Почему надо кормить этих овец сегодня? Вчера их надо было кормить, чтобы они не бесились на коммунистический манер. Почему их надо кормить сегодня? И как их не кормить? Как их не кормить? Если они привыкли к тому, что их сытно кормят, и амбициозны, это же тупик. Это фундаментальный политэкономический и политический тупик. Что в Соединенных Штатах, что там. Китай покорно выполняет в основном то, что хотят Соединенные Штаты. Хотя на самом деле ведет себя, может быть, как последний оставшийся на планете полноценный национальный государственный. Но он очень гибок. Он совсем соглашается, улыбается, кланяется. И берет новую позицию. И берет новую позицию. И ведет новую позицию. И берет новую позицию. А там же никаких фундаментальных ответов нет. Стоит афроамериканец, пустой как барабан. И бойко лепечет ничего не значащие слова. А окружают его люди. Менее ретиво говорящие, но такие же мертвые, как он. А на Европу просто страшно посмотреть. А все входит в зону турбулентности. Дефолт будет или не будет? Я считаю, что они будут в итоге все печатать. Никуда они не денутся. Но это же только значит, что еще через пару лет это долбанет втрое более мощно. То, что они делают, когда-то было описано у Жюль Верна, если мне не изменяет память, в детях капитана Гранта. В детской книжке. Там надо войти в гавань, а там очень много рифов и буря. И матросов выставляют вперед с каким-то китовым жиром или чем-то еще. Потом выливают в море, и море на одну минуту становится спокойнее. Они проходят в эту гавань, и дальше волны еще бурнее. Они не китовым жиром, а деньгами, напечатанными пустыми бумагами, залили мировой кризис. Но это значит, что волны снова начинают двигаться, но они его снова зальют. Они будут еще мощнее двигаться. Энергия от этого никуда не исчезает. Она все та же. Это турбулентность. Это воронка, в которую все втягивается. Что делать? Сколько Китай должен, так сказать, долларов скопить у себя? Не два триллиона, а сколько? Четыре? Шесть? Сколько надо скопить? Он их скопит. Дальше что? Дальше что? С ним надо воевать? По полной? На него кого-то надо натравливать? Что делать? Кроме того, как уже много раз говорили. И нужно говорить это по многу раз, поскольку в сознании, особенно в сознании нашей, так сказать, более-менее высоколобой публики, это не заходит. Так и хочется, по-простонародному сказать, не залазит. Доктрина Соединенных Штатов Америки состоит в том, что любая страна, которая достигла уровня, с которого она может бросить вызов Соединенным Штатам, есть враг Соединенных Штатов. Это доктрина не афишируемая, но она главная. Я отвечаю за свои слова. Вот за этот базар я отвечаю. И плевать, какая у нее идеология, плевать, какой у нее уровень демократизма, плевать на все. Главное, что если она достигла уровня, с которым мы можем только бросить вызов Соединенным Штатам, это уже плохо. Европа – это реальное западное супер-государство, которое может бросить вызов. Может. Поэтому эту Европу надо довести до состояния ничтожества. А главное, она не должна быть местом благополучия. Не должна. Потому что если она место благополучия, то все течет в Европу. Деньги ищут благополучия. А деньги должны течь в Соединенные Штаты. Как в островок благополучия. И если ты не можешь делать свою страну более благополучной, чем другие, то сделать другие страны менее благополучными. Я не хочу сказать, что за спиной данного человека Андрес Беринг Брейвик стоят спецслужбы Соединенных Штатов Америки. Это все не так просто. Я не хочу таких голословных заявлений. Я просто говорю о том, что в ближайшие 2-3 года у Соединенных Штатов не будет никаких альтернатив тому, чтобы капитулировать или начать играть мощнейшую стратегию напряженности. Мощнейшую. Действующий, так сказать, фигурант к этому не готов. Он показал, что он вовсе не вегетарианец. В Ливии, так сказать, и вообще в арабском мире он все показал, на что он способен. Но это не то, что нужно для того, чтобы развернуть полномасштабный процесс. А что делать-то? Как его не разворачивать? Ну, залили еще раз деньгами. Вот уже противоречие клановых интересов говорит о том, что кто-то не хочет уже заливать. По крайней мере, как бы афроамериканцу претензии предъявляли. Чтобы ему жизнь медом не казалась. И является ли он афроамериканцем или кенийцем? И является ли он каким-нибудь там индонезийцем? И как бы можно ли ему столько денег напечатать? У него проблемы появляются, большие. Он, может быть, он ловкий человек. Он, может быть, как-то их обойдет. Но дальше будет появляться все больше. Он-то свои проблемы решит. А проблемы Америки он решить не может. Это не тот уровень. Не та личность. Это не Рузвельт. Это стыдно даже говорить. Стыдно сравнивать. У Рузвельта было какое-то отношение к Америке. Он ее любил. Он что-то в ней ценил. Он был готов на какой-то подвиг во имя нее. Там только я. Я на первое, на второе и на десерт. Для Обама есть Обама, и только он. Ничего больше в мире не существует. Есть одна ценность. Он сам. Американский политический класс не знает, что ему делать. Он как очень жестокий, еще очень сильный и больной зверь, припертый к стенке. Он не знает, что ему делать. И есть еще проблема ресурсов. Норвегия – это место, где ресурсная проблема решается, как это не покажется странным, на первый взгляд, на манер сходный с тем, который ее решал Каддафи. Проблему ресурсов. Норвегия, так сказать, достаточно прочно держится за ресурсы, как за источник общенародного благополучия. А это криминальная позиция для международных сил, которым нужно эти ресурсы захватить, а страны ограбить. И это касается отнюдь не только стран третьего мира, это касается всего мира, всех ресурсов. В этом смысле произошедшее говорит нам об очень и очень многом. Как в своих деталях. из которых вытекает, что это, конечно, организованная, большая спецоперация. А не действия одиночки безумцев. Как в том, что касается смыслов простых всего этого дела. Нарушена стабильность Европы. В одной из точек, где эта стабильность была наиболее высока. Как и в идеологическом плане. Это сделали неонацисты. Они так крупно на территории Европы не работали очень и очень давно. Восстановлены, видимо, не только все структуры холодной войны, как честно признаются нам ведущие деятели спецслужб Соединенных Штатов Америки и ведущие политики США. Восстановлены и все структуры, работающие в режиме стратегии напряженности. Дальше речь идет о политэкономическом смысле произошедшего. Нельзя держать более овец в таком сытом состоянии. Нельзя. Неэффективно, нет смысла и нет возможности. Нельзя, чтобы Европа бросала вызов Соединенным Штатам. Она не должна быть оазисом спокойствия. А значит, она станет оазисом беспокойствия. И это легко делается. Вот так, как это было сделано в Норвегии. Это ведь еще и обучающий пример. Делай, как я. Человек, который спокойно ждал, пока его возьмет полиция, написал 1200 страниц по поводу своих целей, всего. Он изготовился заранее. Он все продумал. Он абсолютно холоден. И он не один. То есть настолько не один, что дальше некуда. Все это в целом вписывается в эту картину турбулентности.